Друзья, огромный всем привет! Вы на канале Мисс Карина Зав. Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. Я сегодня немножко необычно начинаю свой новый влог. Я нахожусь в ванной комнате. И так как у меня пока появилось свободное время, мне надо было постирать постельное белье. Но я поняла, что у меня закончился кондиционер. Поэтому сейчас покажу, что я сделала подручными средствами, какой кондиционер я сделала. Я надеюсь, меня это спасет, потому что я это тоже взяла из ютуба. И уже многие пользовались именно таким методом. Поэтому возьмите на вооружение, если у вас тоже складывается вот такая вот ситуация, постирать нужно, кондиционера нет. А учитывая, какая у нас жесткая вода, то белье, как говорится, будет потом стоять колом наижечайшем. Остался вот такой вот бальзам-ополаскиватель для волос. Но я не так часто им пользуюсь. Не слишком мне он нравится для моих волос. Я не знаю, может быть, кто-то без ума от него. Поэтому это не то, что мое решение, что он плохой, жуткий. И не надо вообще его брать. Нет, просто он мне не очень подходит. И он стоит на полочке, как-то простаивает. Я взяла 2 столовых ложки вот такого кондиционера для волос. 3 столовых ложки обычной воды. Ни горячей никакой, обычной воды. И 2 столовых ложки уксуса 9%. Все это размешала. Вот такая вот у меня получилась кашица. И в отсек для кондиционера я налила вот эту вот кашицу. Я надеюсь, что мне это поможет, и я обойдусь без кондиционера, который в магазине. У нас на работе. На даче сидим. Разброд и шатание. Смотрите, у нас бабушка покупает вот такой вот плавленый сыр. Шоколадный и с ветчиной. Смотрите, Серафим, как у меня ест. Это он называет капсула или таблетка. Надо напополам булочку намазать одним шоколадным сыром половиночку, а вторую половиночку другим. Термос это я с чаем беру. Обычно чай у меня Серафим дома вообще не пьет. Только воду подавай. На улице здесь, на даче, он может выхлебать целый термос. И мне не достанется. Ну, про батон умолчу. Это я себе обычно такие беру. Либо в пятерочке с семенем льна, либо в магните продаются вот такие вот зерновые батоны. Серафиму порезали просто сардельку. Но он отказался. Папа тут половину доедал. Про это не буду говорить, а то сейчас закидают. Кусочек сыра взяла. И смотрите, я вообще давно-давно не ела щербет. Я вот себе покромсала кусочек. Он идет с арахисом. Очень вкусно. Не то, что прям слишком слащаво. Да, на кофе не обращайте внимания. У нас бабушка не очень приветствует кофе. Ну, как не то, что она против него. Она его крайне-крайне редко пьет. И поэтому у нее нет такого кофе. Я из дома на дачу отсыпала нам пить кофе. И вот я решила выпить еще кофейку. Вы поняли, да? Что мы доширак поели. С сардельками в прикуск. Так что вот так вот. Это вот так вот у нас на даче. Чтобы не заморачиваться ни над чем. Хотя, чего не заморачиваться, когда есть газовая плита. Так что вот так вот у нас на даче. Так что вот так вот у нас на даче. Так что вот так вот у нас на даче. Ну, что ли? Ну, и что? Вышло. Покажи. Ну, тут она уже старая. Пропитанная. Боже. Помойте мне, пожалуйста, пап Помойте ее сейчас И это уже прошла первая половина мая Можете себе представить Я даже сегодня не выдержала Я говорила, что шапку одевать как-то стрёмно Но без шапки холодно И я решила достать повязку Я, правда, давно ее не носила И ничего не носила, очень удобно В голове как-то сразу теплее И можете себе представить Я даже сегодня с собой в пакет Перчатки взяла Потому что вечером буду возвращаться с дачи Будет уже прохладно, а у меня будут руки синие Ногти даже, знаете, с такого трупного Оттенка Как будто бы труп в морге Лежит Вот так вот у меня бывает, да Ну, это, думаю, свойственно всем дистоникам Кто страдает такой фигней То меня поймут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok